Мебель в аренду Чаще всего это диваны чебурашки, либо скрипучие матрасы, что в первом, что во втором варианте, очень неудобно проводить ночи, особенно если вы приехали отдыхать на юг целой семьей, да еще на длинные три недели. Надеюсь, хозяева сдаваемых домов и квартир понимают, что отдых на юге это не только дневное бдение на берегу, это еще и захватывающие ночные гонки в постели. Но сдаваемая частная постель, как правило, это далеко не крепкий и здоровый конь, это чахлый полудохлый сивый мерин, который, того и гляди, сейчас сдохнет и развалится на куски, со скрипом, дребезжанием и сучением копыт. Я долго думала над этим. Я, конечно, понимаю, что хозяева частных домов подкладывают под отдыхающих все самое плохое, все равно испортит. Но они не понимают, что своим пренебрежением они лишают себя постоянных клиентов. Ни в одном южном доме я не отдыхала более одного раза. Вместо того, чтобы выслушать благодарность и обещание приехать на следующий сезон, они получают стандартное вежливое прощайте, подразумевающее все было не так уж хорошо, и необходимость в следующий сезон заново искать новых отдыхающих. Почему бы хозяевам южных квартир не оставить старую рухлить себе, а для северных гостей завести стандартные гостиничные кровати? Гостиничные кровати – самые прочные и надежные, ведь они, кстати, дешевле, прочнее и компактнее вычурных нелепых раскладных диванов, у которых ширина подлокотников больше их собственной полезной площади. Тут, конечно, возникает проблема. 9 месяцев из 12 хозяева ночуют на своих диванах сами, и им вряд ли захочется спать на стандартных гостиничных кроватях. Кто же тогда поверит, что жизнь у них удалась? А если бы специально на 3 месяца они устанавливали в своих домах именно те постели, что так любят отдыхающие, стандартные и прочные, например, брали их на прокат в какой-нибудь службе, а в конце сезона сдавали их обратно, таким образом убиваются несколько зайцев. 1. Не нужно покупать собственные кровати в угоду капризным отдыхающим. 2. Можно разместить еще больше гостей на той же площади. 3. Не так больно будет смотреть, как какие-то чужаки мнут бока вашей мебели. Сдавать мебель на прокат звучит фантастично. А в Индии, в Мумбай, такой проект уже открыли. 1. Большую стандартную железную кровать можно арендовать по цене 300 индийских рупий в месяц. Это примерно 320 российских рублей. Матрасы-подушки сдаются отдельно. Не фонтан, конечно, но форма правильная. Такой железный конь не развалится даже при сильной качке, я надеюсь. Хотя коротконогая деревянная кровать мне кажется надежнее. Хотя я понимаю, почему кровати здесь предлагаются железные. 1. Они разборные. Во время хранения можно разъединить крепление и поместить всю эту кровать вдоль стеночки. 2. Железо прочнее дерева. Клиенты такую кровать не сломают. 3. В стенках такой кровати не заведется никакой древесный жучок. Следовательно, она практически вечная. 4. Ее легко мыть. Что там мыть? Тряпочкой просто протереть. В этой фирме можно арендовать не только кровать, но и весь остальной набор мебели, который необходим для нормального отдыха. Шкаф, стол, кресло, тумбочку, матрас, подушки. Здесь можно взять в аренду даже бытовую технику. Стиральную машинку, холодильник, кондиционер, утюг и индукционную плиту. Причем, индийцы мотивируют потребность в арендуемой мебели не тем, что приезжим, кроме просто отдыха, требуется еще и активный ночной отдых, а тем, что их мебель помогает экономить при аренде жилья. Если меблированная квартира у них сдается обычно за 12 тысяч индийских рупий, то такая же квартира без мебели за 8 тысяч рупий. Стандартный набор мебели у Rent-A-Module.com В который входит двухспальная кровать, шкаф, стол, стул и матрас, вот примерно такой, можно взять на прокат за 1 тысяча 500 рупий в месяц, превратив таким образом дешевую немеблированную квартиру в недорогую меблированную всего за 9 тысяч 500 рупий в месяц на 3 тысячи 500 рупий в месяц дешевле, чем у хозяйки со своей мебелью. Аналогичным же образом хозяйка, которой жалко покупать хорошую мебель для меблировки своей квартиры, может взять у фирмы в аренду тот же стандартный набор мебели и сдавать свою квартиру, как меблированную, в 1-5 раза дороже, чем она того стоит. Экономия или заработок для тех, кто слышал про Rent-A-Module.com Для других людей, никакой экономии и дополнительного заработка, когда некая фирма помогает экономить или зарабатывать, она развивается естественным путем, без особой рекламы, желающих сэкономить или заработать сами найдут, придут, отдадут деньги и добровольно будут благодарить. Я, как человек, интересующийся недвижимостью и периодически покупающая, а затем продающая жилье, в свое время озадачивалась мыслью, а не сдавать ли мне свою пустующую жилплощадь в аренду. Знаете, почему не стала сдавать? А потому что для этого как минимум нужна мебель. У нас квартиры без мебели не пользуются популярностью. Покупать новые кровати и шкафы, как-то жалко. Заработок предполагался недолгосрочный, от покупки до продажи. Искать подержанную мебель, как-то брезгливо. Довелось в молодости у одних родственников переночевать. Меня тогда чуть не съели живьем клопы, и слишком хлопотно. Это ведь надо побегать по частным объявлениям и квартирам, чтобы только посмотреть, а потом еще и вести это барахло на себе. Так я это дело и забросила. А если бы была фирма, которая просто по звонку завезла бы в сдаваемую мною квартиру минимум мебели, было бы отлично. Я бы и мебель эту заказала только при наличии клиента. То есть зря на нее не тратилась бы. И тащить на себе не надо. И обрабатывать средствами от клопов самой не надо. И переживать за нее не стало бы. Переписать на клиента страховку за порчу мебели. Если сломает, будет сам разбираться. Очень многие наши люди продают свои квартиры месяцами. Не так-то легко их продать. И все это время пустующие квартиры не приносят им денег. А только их съедают в виде оплаты услуг ЖКХ. Вот если бы на время простое было бы так же просто их сдать. Способов найти клиента сегодня много. Как и желающих перекантоваться на пустующей жилплощади. Хоть на день, хоть на месяц. Польза была бы для всех. И для тех, кто ищет жилье на время. И для тех, кто его продает и одновременно сдает. И для тех, кто предоставляет для такой квартиры мебель. Поэтому создание фирмы по сдаче мебели в аренду кажется мне вполне полезным. А потому перспективным делом. Будь то на курорте, в крупном городе или даже в маленьком городке. Где как раз таки живут более экономные люди. Как начать бизнес с минимальными затратами. Сначала нужно приобрести мебель. Где взять бесплатную мебель каждый день в мебельных магазинах вашего города. Кто-то покупает новую кровать или новый диван. Не нужно стоять целый день у магазина и выискивать счастливых покупателей. Гораздо проще можно договориться со службой доставки. Каждый день служба доставки мебельного магазина развозит по своим клиентам их покупки. Вы можете отправляться в путь вместе с ними. Чтобы договориться с хозяевами о судьбе их старой мебели. Либо они ее даром отдадут. Либо продадут за копейки. Точно так же. Даром или почти даром. Можно получить ненужную мебель у переезжающих в другие квартиры горожан. Или у покупающих новое жилье на вторичном рынке. Недавно в соседнем со мной подъезде новый хозяин только что купленной квартиры вывесил на подъезд объявление. Что раздает бесплатно старую мебель от прошлого хозяина. Или поискать объявления в местных газетах и досках объявления о бесплатной отдаче и самовывозе ненужной мебели. Таких объявлений очень много. Так что необходимое количество мебели для сдачи в аренду вы легко найдете. Как организовать бесплатный склад мебели можно раздать по родным и знакомым. Пусть бесплатно попользуются чужим добром. Заодно и вас выручит. Можно снять большую квартиру без мебели за очень дешево. Большие квартиры и так труднее сдаются. А уж без мебели и подавно. Поэтому вам легче будет договориться на оригинальное использование квартиры. В Москве 3-комнатную квартиру без мебели можно снять за 35-40 тысяч рублей в месяц. Таких предложений немного, но они есть. Ищите на сайте. Синь. Одну, самую большую комнату отдать под склад своей мебели. А другие две комнаты, оснастив их своей мебелью, вы можете пересдать другим жильцам по 20-25 тысяч рублей. Средняя цена сдачи меблированной комнаты в Москве. Комнаты в Москве сдаваемые по 20-25 тысяч рублей в месяц. На этой карте показано, как много комнат в Москве сдается по цене 20-25 тысяч рублей в месяц. Причем, хозяевам не обязательно говорить, что это склад. Это просто вы привезли свою мебель. Вам же надо как-то жить. Таким образом вы окупите все свои расходы по складированию своей мебели. Если вы раскрутитесь и вам придется расширять площадь хранения, возьмете в аренду еще одну пустую квартиру и будете ее заполнять следующей партией кровати и шкафов. Точно так же, без расходов. По идее, ваша мебель не должна занимать много места, вы же ее будете распределять по другим квартирам. Вы можете взять в оборот до 100 единиц мебели и не тратить деньги на их хранение, а больше мебели, чем вы сможете переварить. Брать и не стоит. Как бесплатно найти клиентов? Вот теперь уже можно искать клиентов. Только умоляю вас, не нужно никакой рекламы. Ваши клиенты уже сами себя где надо обозначили. Вам нужно только им позвонить и правильно представить им их выгоду от сотрудничества с вами. Сначала можно обзвонить тех, кто через объявление ищет съемное жилье, и объяснить им, что они могут найти жилье дешево, если возьмут его без мебели. А мебель они могут потом у вас приобрести за очень приемлемую цену. Затем можно обзвонить тех хозяев квартир, которые сдают их без мебели, и предложить им свою мебель в аренду, чтобы они смогли быстрее и дороже свои квартиры сдать. И ваша мебель не сильно увеличит их расходы. Мебель, конечно, выгоднее будет сдавать не на 1-2 месяца, а на более длительный срок, чтобы не гонять ее так часто туда-сюда. Фирма. Rent-a-Module. Сначала предлагала аренду от 3 месяцев, сейчас от 6 месяцев. Учитывая то, что вся ваша мебель досталась вам бесплатно, вы будете нести затраты только по ее доставке. Кстати, этот бизнес очень полезно будет совмещать с квартирными переездами, и машина по доставке простаивать не будет, и попутно бесплатная мебель сама в руки будет идти. Если вы будете сдавать одноместную кровать за 500 рублей в месяц, то за год она вам принесет 6000 рублей за вычетом расходов на доставку. А представьте, что у вас в обороте 100 кроватей, они все будут приносить вам по 600 тысяч рублей в год. А есть еще и шкафы, и стулья, и матрасы, это еще примерно полтора миллиона рублей в год. Конечно, бизнес хлопотный, ну, а какой бизнес без хлопот? Зато затрат почти никаких, во всяком случае, первоначальных. Аналогичный бизнес для южных городов объясните этим хозяйкам, что аренда нескольких кроватей у вас на 3 летних месяца увеличит вмещающую способность их жилья, что позволит им увеличить верхнюю планку стоимости сдаваемого жилья на 50% и заработать много больше, чем они это делают со своей старой и неудобной мебелью. Правда, в остальные 9 месяцев придется простаивать, но и специфика Юга предполагает, что сдавать такие кровати в летнее время можно дороже, чем зимой в Москве, и хранить их зимой будет дешевле или тоже даром. Найдите хозяйку, которая будет их держать бесплатно в обмен на летнее бесплатное использование, и затраты на хранение не будут стоить вам ни рубля. Этот бизнес для молодых, активных и неугомонных, старички могут не париться. Расширение бизнеса, если вам удастся раскрутиться на подержанной мебели, затем вы уже можете задуматься и о покупке настоящей новой гостиничной мебели. Кстати, ее цена не такая уж и высокая, я встречал односпальные кровати оптом по цене чуть выше 2000 рублей. Тогда вы уже можете сделать нормальный сайт, как у индийцев или даже лучше, с оформлением заказов онлайн. Потом начнете продавать франшизу в остальные города России, и зарабатывать будете не с одного своего города, а со всех российских городов. Редактор субтитров А.Семкин